Всем привет дорогие друзья! С вами снова я, Жасулан Курмангалиев. Вы смотрите канал Алтай. Дело тонкое. Сегодня я расскажу вам легенду, историю про юного батыра Кшукпая, который в столь молодом возрасте защищал нашу родину от джунгарских захватчиков. По пути вау великого поэта Абая в Симплатинских степях есть перевал Кшукпая. Зимой через этот перевал особенно трудно перебраться. Всю зиму там дует холодный ветер или идет снег, и все вокруг заметает. А когда на перевале Буран, люди обычно говорят, батыр Кшукпая сердится. Мы сейчас находимся, друзья, в беседчике под названием Кшукпай. Это место находится в 54 километрах от города Симей. Здесь вы можете остановиться, отдохнуть и спить чистой родниковой воды. Очень освежает после долгой длинной дороги. На холме расположена могила Кшукпая-Батыра, который в конце 18 века погиб, защищая землю, казахскую землю от нашествия калмыков. Силами фонда Кшукпая-Батыра, силами меценатов нашего города, нашей Восточно-Казахстанской области был возврат в памятник в 2012 году. Автором проекта является Мадвакас, преподаватель университета имени Шакарима. В этой местности климат очень суровый, идут частые ветра, бураны, и поэтому проект осложен тем, что необходимо было его сделать из металлоконструкции. Высота памятника достигает 21 метр. Были углубления сокольной конструкции, которые достигали 4 метров. Мы его сделали из железобетона, обшили его камнем, белым камнем, который был привезен из Мангастова. Как говорят в народе, в давние времена здесь жил Батыр Кшукпай. Он был такой храбрый и могущественный, что второго такого человека, равного ему по смелости, найти нельзя. Сильно боялись его враги. И аулы, которые находились под защитой Кшукпая, обходились стороной, даже не приближаясь к ним. И вот однажды Кшукпай сильно заболел оспой и слег в постель. Давно точившие на него зубы враги узнали об этом, решили напасть и уничтожить его аул. А заодно, если удастся, погубить и самого ненавистного Батыра. И вот вражеский отряд напал на беззащитных жителей аула. Без сильной ярости, что из-за болезни не может подняться, Кшукпай лежал и ожидал самого худшего. И вот враги появились уже в самом центре аула, бесчинствуя и истребляя людей. Увидев своими глазами бедствие, в котором оказался его народ, Кшукпай рассердился на себя, на свою болезнь. Потом на всех вместе, а прежде всего на безжалостных врагов. Встал с постели и в одной из подней рубашки, едва накинув на плечи полушубок, вскочил на коня. Враги, увидев, что Кшукпай вступил против них, сильно испугались, бросились бежать. Но не тут-то было. Сильно разгневался Кшукпай. Бросился разить и рубить ненавистное вражеское войско. За несколько перевалов прогнал врагов Кшукпай. Это в первую очередь мы подразумевали, что Шанграх. Второе, вот этот белый лебедь, устремленный вверх, потому что Кшукпай Батор 20 лет погиб и как бы олицетворял, что лебедь, который летит высоко в небо. Третье, это казахская домбра, которая и в горости, и в радости в казахском Шанграхе всегда звучала мелодия именно домбры. Четвертое подразумевалися от Дулуга. Дулуга, это называется, это кальчуга, которая одевалась Батыры для того, чтобы обезопасить свою голову. На памятнике в середине расположен камень с надписью «В память о Кшукпай Батыры». Этот камень мы нашли на берегу Иртыша. Это большая глыба. Искали мы его долго, нашли. Я сейчас поднимаюсь к монументу молодому, юному Батыру Кшукпаю. Монумент открыли в 2012 году, 21 августа. Одним из первых, который возвысил данного Батыра, является Мухтара Уэзов, который в молодые годы, ему было 20 лет, когда он впервые написал свое произведение, в котором характеризовал его как молодого Батыра, который защищает землю. Вторым человеком, который возвысил данного Батыра, является писатель, наш земляк Рулан Сисимбаев. Им также выпущена книга в честь Батыра, она называется «Намыс». Здесь все его героизм, как он выступал против врага, на каком коне ездил, что одевал, здесь все на нем, описание у него есть. Ну, идея, самая первая идея была для того, чтобы памятник олицетворял героизм именно молодого Батыра. Мы преследовали цель для того, чтобы воспитать на героизме Кшпэ-Батыра для молодежи, чтобы они брали пример, пример патриотизма к своей родине, пример патриотизма к своей земле, пример патриотизма к защите своего родной земли. После сражения почувствовал Батыр себя плохо и решил прилечь на одном из перевалов. С той поры он так и лежит на том месте, не поднимаясь. Болезнь унесла его. А тот перевал носит его имя, и знак его крутого характера люди так и говорят. Снова Кшпэ сердится. Сердится, сердечный, злится на врагов, не дающих Батыру покоя. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы узнали историю о славном Батыре Кшпэе. Пусть он служит нам и нашим потомкам, ярким примером мужества, самоотверженности и любви к родине. А с вами был я, Жаслан Курман-Галиев. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Алтай, дело тонкое. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok